Привет! Как дела? Сегодня мы посетим Арктический фестиваль, мой любимый фестиваль в августе. Он проходит ежегодно, в этот раз уже в третий раз проходит. Все новое люблю узнавать об Арктике, а особенно смотреть, какие автомобили нынче представлены. И первым делом, естественно, я пойду смотреть автомобили, а потом все остальное. Ну вот, такой вот танк нынче представлен на Арктик-шоу Тракс. Травник автомобильчик. Тайфун. Выдывочный. Арктик-шоу Трактик. Тайфун еще вот такой есть. Тоже какой-то армейский. Колеса какие обалденные. С меня ростом. Ну, метр пятьдесят точно. И вот такой пластун. На ремонте. В общем, как всегда, я в восторге от арктических автомобилей. Так, ну и теперь зайдем в саму Петропавловскую крепость. Посмотрим, какая там информация об Арктике. И развлекательные мероприятия представлены для детей. Вот такой вот тайный проход тут есть. Мы сюда и заходим. По площадке пройдемся. Туда? Монетный двор. Вот туда пойдем. Там информационная стойка должна быть. И возьмем карту, посмотрим, что он вообще представлено на Арктическом полоне. Так, ну вот стойка информации. Карту дают мне. Здесь расскажут про Петропавловскую крепость. Ясным туристам, приедущим в Санкт-Петербург. А мы идем дальше. Смотреть всякие зеркалки и все, что связано с арктическими словами. Российский герб расположен. На воротах Петропавловской крепости. Я пойду по памяти, как было в том году. Площадки, в принципе, также расположены. Надо только посмотреть, что там новенькое. Вот как интересно, почти 12 часов дня. А на небе видно луну. Прямо на фоне Петропавловской крепости. Мы зайдем в монгольскую юрту. Посмотрим, что там. Вот дети, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти матрасы делали, статусы. Тут было, ну, а столько, ну, а столько, ну, а столько, ну, а столько, ну, а сколько, ну, а столько, ну, а столько, а сколько. А так все и до алтажа. Здесь есть, и боксины, и много, а поэтому. А так всегда должны быть, как-то не видеть. Вот человек по округе, вот этот свет. А когда вот человек выходит, он просто такой маленький, он автоматически открывается, и вот, по-моему, он идет в точку. А почему открытие, открытие? А, это, ну, сейчас, ну, сейчас даже еще не так жарко, потому что темно. А так вообще закрывается? Ну, на ночь, да, выночные. А днем нет? Днем обычно, хотя и кайф дома. Я Ранга. Традиционное переносное и эстационарное жилище, используемое коренными малочисленными народами, проживающими на север-востоке России и на Аляске. Так вот, где хочу. Манты-манты родственные народы. У нас есть традиция, нас лично учат шить маленьких куколок. Ну, и выходим к бастиону Петропавловской крепости и посмотрим, что тут для детей показывают. Рассказывают по Арктику детям. Детская полярная станция. Что тут еще? Рисуют, рыбают пузыри как снежных. Лапают. Ба-бам! Как классно. Дальше посетим Арктическую почту. Дальше посетим Арктическую почту. Вот он дает, хоть что-то вырежет. Правильно, что бабушки вырежут. Летер подписывает открытки, наклеивает маски. И отправляет к себе в городах. Мы посмотрим звере, косули и олени. Мы поедем, помчимся на оленях. Мы трогаем на ржи и белые ветви. Мы поедем, помчимся на оленях. Мы поедем, помчимся на оленях. И Dana. Мы поедем, помчимся на оленях! Я думаю, что spiritнуть, подсоедение курс! Я думаю, что яichoke! Я хочу представить, как county работник. Я хочу представить, как я нашaudio и герой. Мы поедем, помчимся на оленях. Мы поедем, помчимся на оленях. И escreve,quin. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот так вот магнитик на память Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Идем домой Еще попробую зайти на Исаакиевскую площадь Там очень красивые сады Организовали как в прошлом году Надо поснимать Пока не убрали, наверное, 1 сентября уже все уберут Ну что, пройдемся по красивой саду на Исаакиевской площади По любым садам и ландшафтным дизайном Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Боже, какая красота Ну не так, к сожалению Ладно, пошли дальше Домой 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 диктографируется Домой диктографируется Домой диктографируется Исаакиевский собор Та-да! А вот здесь когда-то я работала Прямо на этой Исаакиевской площади Ходили в дому на обед Было дело. Так что центр, по крайней мере, вот этот вот, я знаю, как свои пять пальцев. Ну ладно, пошли домой. Всего хорошего. Пока-пока.